Как ты относишься к праву на свободное ношение оружия? Применимо это будет в свободной течении? Я считаю, что это вообще должна быть такая основа нашего законодательства, как в Америке. Вот у них, это у них прям закреплено в Конституции. Абдул-Керим Идилов. Он более известен среди людей, среди ющенцев, как няня детей Кадырова. Как правило, когда ты называешь его имя и фамилию, мало кто, в любом случае возникают вопросы. Подожди, это кто? Это вот который вот тот? Это который там что-то? Это вот он такой? Когда ты говоришь няня детей Кадырова, сразу все понимают, о ком идет речь. Так вот, мы поговорим сегодня об этом человеке, о няне детей, как минимум трех сыновей, старших сыновей Рамзана Кадырова, Абдул-Кериме Идилове. И чтобы вы понимали, точно знали, о ком идет речь, я вам сейчас покажу этого человека. Когда я обратил внимание на развлекухи кадыровских детей в Дубае, в то время как Кадырова отправляет на убой в Украину чеченцев, тогда они как раз собрались все вместе, вместе с этим своим няней, и дети Кадырова, племяне Грамзана Кадырова, они тогда в эфире, инстаграм, отвечали мне. И вот я хочу обратить внимание на то, что сказал мне тогда Абдул-Кериме Идилове на чеченском, но я об этом переведу. Вот этот вот человек, это Абдул-Керим Идилов, он здесь говорит, обращаясь ко мне, оскорбляя меня, при этом гусем, по-моему, он меня называет, он говорит, у нас машин, говорит, много, давай, говорит, приезжай домой, мы тебя, говорит, покатаем на машине. Так вот, помимо того, что он является няней детей Кадырова, он также занимает пост вице-премьера. Правильнее будет сказать, занимал, потому что сегодня его кинули с этого поста, он был уволен. И как вы думаете, просто так ли это произошло? Так вот, все, естественно, продемонстрировано, как уволился по собственному желанию. Абдул-Керим Идилов освободили от занимаемой должности, и потом идет описание того, значит, заместитель председателя правительства Чеченской Республики Абдул-Керим Идилов ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства ЧАЭР. Освободить Идилова Абдул-Керима Харитовича от занимаемой должности заместителя председателя правительства Чеченской Республики по собственной инициативе, говорится в документе. Напомним, на должность вице-премьера Эдилов был назначен в начале текущего года. Он курировал молодежную политику и спорт, обеспечивал контроль за расходованием, бла-бла-бла. В общем, нет больше на этой должности Абдул-Керима Эдилова. И помимо того, что есть официальная версия, есть еще и неофициальная информация, которая поступает. За что и как, не знаю, но парень, как говорят в Кадыровской Чечне, говорят, отодвинули. Опять на. Вот его отодвинули. Все. Его отодвинули. Видимо, и няня у детей Кадырова теперь будет. А няней будет другой человек. И занимаемой должностью он лишился. И всего нажитого за долгие годы непосильным трудом он тоже по информации поступающей ко мне лишился. И вот сейчас хочется вернуться к этому его предложению. Он мне говорил, приезжай. У нас машин много. Мы тебя покатаем. Вот я теперь хочу великодушно предложить Абдул-Кериму Эдилову то же самое. Протянуть ему эту руку помощи. Приезжай, Эдилов. Теперь я покатаю тебя на машине. Рядом. Посажу тебя рядом с собой и покатаю, как ты собирался делать это со мной. Теперь я готов это сделать с тобой. Приезжай. Ты знаешь, в какой стране меня найти. Как минимум на машине я тебя точно покатаю. С возвращением чеченцев из депортации в 57-м русское население начало сокращаться. И к началу войны уменьшилось с 300 тысяч до 80. Такие дальновидные были, что так заранее уезжали. Или все-таки был геноцид. Ну, вообще эти цифры, они, конечно, их стоит проверить. Я не знаю, откуда ты ее взял. Что их было 300, осталось только 80. Вряд ли это можно как-то достоверно подтвердить. Но что касается дальновидности, на момент войны, уже в 94-м, то есть когда непосредственный ввод войск начался, этому предшествовало 3, как минимум 3 года очень серьезного такого кризиса в отношениях с Россией, из которого было понятно, что все идет, возможно, к крупной войне. Поэтому нет ничего удивительного в том, что русские люди, которым было куда уезжать, в отличие от чеченцев, у которых не было какой-то другой родины, каких-то других родственников где-то, куда они могли бы уехать, неудивительно, что русские, русскоязычное население, оно начало выезжать на протяжении этих трех лет. Конечно, эти цифры на врядке соответствуют действительности, но значительное количество русскоязычных людей, они, разумеется, выехали, не дожидались ввода войск. Но, тем не менее, на момент начала войны немало русскоязычных людей было на территории Грозного и рядом, и немало русскоязычных людей погибло от российских бомб, от российских артиллерий. Так что в этом плане они, конечно, разделили все то горе, которое мы понесли. Но утрировать эту тему, пытаясь как-то обосновать тем самым геноцидом, это как минимум крайне нечестно. Конечно, геноцид – это когда по национальному, этническому признаку уничтожаются, уничтожаются народы, уничтожаются люди. Это когда даже где-то что-то криминальное происходит, это не называется геноцидом, а тем более, если люди бегут от войны, им есть куда бежать, но при чем здесь геноцид? Как ты относишься к праву на свободное ношение оружия? Применимо это будет в свободной течении? Я считаю, что это вообще должна быть такая основа нашего законодательства, как в Америке. Это у них прям закреплено в Конституции, право на ношение и хранение оружия. Я думаю, что у нас тоже должно быть. Я отношусь к этому очень положительно. Я считаю, что тотальный запрет на ношение оружия – это не наш путь точно, не чеченский. Наоборот, чеченцы всегда носили оружие, хранили оружие, и я думаю, это должно быть у нас. Это право должно быть гарантировано и закреплено в нашем законе. Почему столько враня у тебя на сайте? У меня вообще нет сайта, Евгения Беларусь, поэтому не знаю. Может быть, ты увидел какой-то сайт, зашел на какой-то сайт, на котором было много враня, как, например, сайт 1tv.ru, или сайт телеканала «Россия», «Россия-24». Может быть, ты куда-то туда попал и подумал, что это мой сайт, увидев там так много лжи. Или, может, ты на сайт ЧКТРК грязный попал, опять-таки подумал, что это мой сайт. Нет, это не мои сайты. У меня есть вот только YouTube-каналы, есть Telegram-каналы, и здесь у меня нет лжи. Ну, когда же он сдохнет? Я ничего так не жду в этой жизни. Я даже курить и пить пытаюсь поменьше, лишь бы дожить до его смерти. Не знаю, когда, но умрут все когда-нибудь, это точно. Поэтому дождемся ли мы с тобой этого? Не знаю, может быть, мы с тобой раньше уйдем. Но однозначно все уйдем.